Перед вами автопортрет Рембрандта 1640 года. Он интересен тем, что, как и многие другие великие художники, например, Леонардо да Винчи, Сальвадор да Лея и многие-многие другие, Рембрандт очень интересовался так называемым «золотым сечением». Это во многом удивительное число, обозначается греческой буквой «фи». Это число иррациональное. Оно приблизительно равно 1, а дальше 6, 1, 8, 0, 3 и так далее до бесконечности. И у числа «фи», у золотого сечения, есть несколько очень интересных свойств. Если к единице прибавить единицу, деленную на «фи», то получится «фи». Умножим обе части этого равенства на «фи». Получится, что если к «фи» прибавить единицу, это будет равно «фи в квадрате». Золотое сечение можно записать в виде непрерывной дроби. «фи» можно представить как 1 плюс 1, деленная на 1, плюс 1, деленная на 1, плюс 1, деленная и так далее до бесконечности. Такая непрерывная дробь будет также равняться «фи». Надеюсь, эти несколько свойств убедили вас в том, что «фи» — это очень интересное число. Оно примечательное не только для математиков. Оно часто встречается в природе. И этого сечения придерживались художники, потому что они верили, что золотое сечение описывает человеческую красоту. И, как мы видим, данная картина Рембрандта — не исключение. Почему? В этом видеоролике мы с вами ее проанализируем, решив несколько упражнений. Мы видим треугольник. Естественно, треугольник не является частью картины. Он нарисован поверх. Основание треугольника совпадает с линией между столом и рукой художника. Боковые стороны этого треугольника как бы огибают его руки и плечи и пересекаются над его головой. Таким образом, мы получили треугольник А, Б, Д. Когда мы смотрим на чей-то портрет, то первым делом обращаем внимание на глаза. Давайте проведем прямую через точки глаз художника. Она будет параллельна основанию треугольника Б, Д. Обозначим этот отрезок П, Р. И увидим, что отношение маленького треугольника и большого связано с числом Фи. Вот несколько любопытных фактов, которые известны об этой картине. Отношение отрезков С, Д к Б, С равно Фи к единице. Опустим высоту из вершины большого треугольника. И тогда отношение вот этого отрезка С, Д к отрезку Б, С равно Фи. Таким образом, Рембрандт, скорее всего, сделал это умышленно. Кроме того, мы знаем, что П, Р параллельно Б, Д. Мы это уже заметили. И следующий факт говорит о том, что Рембрандт явно думал о золотом сечении, когда писал свой автопортрет. Отношение А, С к А, К. А, С — это высота большого треугольника. И ее отношение к высоте меньшего треугольника равно Фи плюс 1 к 1. Или просто равно Фи плюс 1. Зная эту информацию, давайте еще немного изучим эту картину. Например, подумаем, сможем ли мы вывести формулу отношения площади треугольника А, Б, Д, большего треугольника, к площади треугольника А, П, Р, меньшего треугольника. Итак, нам нужно найти отношение площади большего треугольника к площади меньшего. И попробуем выразить это отношение через Фи. То есть справа должно быть некое выражение, в котором встречаются только число Фи и какие-нибудь другие числа. Я советую вам нажать на паузу и попробовать подумать самостоятельно. Давайте рассуждать шаг за шагом. Чему равна площадь треугольника? В половине произведения основание на высоту. А значит, площадь треугольника А, Б, Д можно записать как 1 вторая умножить на основание на длину отрезка Б, Д умножить на высоту на А, С. Это площадь треугольника А, Б, Д, половина произведения основания на высоту. Чему равна площадь треугольника А, П, Р? 1 вторая умножить на длину основания на П, Р умножить на высоту на отрезок А, Ку. Как это выражение упростить? Разделим и числитель, и знаменатель на 1 вторую. Эти коэффициенты сократятся. Но что еще нам известно? В условии нам дано отношение АС к АК. Вот это выражение равно 1 плюс φ к 1, или просто φ плюс 1. Что получается? Длина отрезка ВД разделить на длину отрезка ПР, а АС на АК – это φ плюс 1 на единицу. Умножить на φ плюс 1 разделить на 1. Чему равно отношение ВД к ПР? Это отношение основания большего треугольника к основанию меньшего. Чему оно может быть равно? На чертеже сразу бросается в глаза, что большие и меньшие треугольники, скорее всего, подобны. У них общий угол А. А поскольку прямая ПР параллельно прямой ВД, вот эти два угла будут соответственными, а значит равными. И аналогично вот эти два угла соответственные при параллельных прямых и секущей. Получилось, что у этих двух треугольников все углы попарно равны. Угол А общий для обоих треугольников. Он равен сам себе. Эти два угла равны, и эти два угла равны. Все три угла попарно равны. Значит, перед нами подобные треугольники. И чем примечательны подобные треугольники? Так это тем, что их стороны попарно пропорциональны. И нам дали отношение двух соответствующих отрезков в этих треугольниках. Отношение большей высоты к меньшей высоте. АС к АКУ равно ФИ плюс 1 к 1. Но раз это соотношение выполняется для одной пары соответствующих отрезков, оно же будет верно для любых других соответствующих отрезков. Их отношение будет равно ФИ плюс 1 к 1. А значит, отношение ВД, основание большего треугольника, к ПР, к основанию меньшего треугольника, тоже будет равно ФИ плюс 1 к 1. То есть вот эту дробь тоже можно переписать как ФИ плюс 1 к 1. Как теперь упростить это выражение? ФИ плюс 1 разделить на 1 умножить на ФИ плюс 1 разделить на 1. Единицу из знаменателя можно убрать, она ни на что не влияет. И это равно ФИ плюс 1 в квадрате. По-моему, интересно. Я советую подумать, как еще можно упростить вот это выражение. Мы знаем, например, что ФИ плюс 1 равно ФИ в квадрате. И думаю, что из этого можно еще много всего интересного получить. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникают вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них постараемся ответить.